В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 38, открыли еще один офис Союза поддержки матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в СВО. Его создали по инициативе Белгородского Союза Женщин. Подобные точки помощи открывают во всех муниципалитетах региона. В них обращаются родственники как мобилизованных, так и резервистов. Для того, чтобы оперативно решать вопросы, люди и так все на нервах. Когда человек пришел с проблемой, ее надо здесь решать, чтобы человек уходил удовлетворенным, довольным, что его здесь выслушали, ему помогли, его поддержали и по возможности, мы же общественная организация, порешали вопрос. А вопросы самые разные. Людей интересуют сроки и размеры социальных выплат, получение места в детском саду, быстрая регистрация брака. Некоторые матери, жены, дочери военнослужащих испытывают тревогу. Им необходима психологическая помощь. В центре постоянно находится квалифицированный специалист. Если человек уже, понятно, прям сильно тревожится, я приглашаю сюда в кабинет психолога и уже с ним беседую. Если уже я вижу, что он как-то совсем не поддается, просто он не может даже говорить, ну, здесь мы можем применить техники. Например, техники успокоения, дыхательные техники. Вот, в дальнейшем я уже смотрю по состоянию. Первый офис Союза поддержки матерей и жен военнослужащих открыли на улице Щерса, 15, всего неделю назад. Помощь оказалась востребованной. В Белгород начали звонить со всех уголков России. За несколько дней за советом или консультацией обратились более 400 человек. Нас поддержал губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович. И это самый удивительный момент, когда мы можем реальную человеческую историю передать руководителю региона. И все службы, которые здесь нам могут помочь, выходят в тесное взаимодействие. Обратиться за помощью можно лично, посетив центры с 9 утра до 6 вечера на проспекте Богдана Хмельницкого, 38 или на Щерса, 15, а также позвонив по телефону 23 29 72 и 25 69 05. Подробная информация в группе во Вконтакте матери СВО 31. Денис Тремаусов, Сергей Драчев, Белгород Медиа.